Всем привет! Сегодня получил интересную посылку с Пректором, которая мне ехала уже около трех месяцев. Мне как раз так не повезло, потому что как раз праздники начались, то есть как раз в праздничные дни посылки начали долго ехать. Но уже хоть приехала, уже хорошо. Давайте распакуем, посмотрим, что это за моделька. Смотрим, вот такой упаковке поставляется данный Пректор. Это модель Т10. Т10. В принципе, здесь нигде ничего не указано. Бывает типа Android версия и бывает Screen версия, то есть не те краны. Поставляется, кстати, очень даже презентабельно. Очень прикольно, кстати, смотрится это все. Как будто дорогой какой-то проектор распаковываешь. Так, HDMI кабель, силовой кабель под наши розетки, тряпочка для протирки линзы, пульт дистанционного управления, кстати, тоже такой необычный пульт, интересный, посмотрим потом. Аудио-видеокабель. И инструкция. Инструкция на английском языке, скорее всего, как обычно. Да, на английском языке. Пока что-то все в сторонку. Комплектацию посмотрели. Теперь смотрим сам проектор. Сам проектор. Так, как это все достать? Так, оно сильно крупное и все. Так, коробочку тоже в сторонку. Поролоновые такие вставки для надежности. Это хорошо, конечно. Далее. Так, всякие пленочки тоже. Эту пленочку, не знаю, снимать, не снимать. Она там грянцевая поверхность. Потом до взора будет все залапано. И ладно, пока что пусть побудет. В этом видео просто покажу видеораспаковку, а потом еще отдельно сделаю видеовзор и покажу, как он работает, что себя представляет уже на экране. Кстати, очень прикольный проектор. Очень необычный корпус. Очень симпатично смотрится. Здесь видно, что здесь вентилятор, который втягивает воздух. Или здесь наоборот выдувает. Но точно потом посмотрим. Здесь линза, которая не закрывается. Это недостаток. То есть здесь крышечки не хватает для линзы. Но вроде чистая. То есть не залапанная. Это уже хорошо. По интерфейсу имеется 1 HDMI, 1 Audio Video, AUX, 2 USB. Здесь инфракрасный порт для пульта. Здесь какая-то вентиляция. Здесь динамики находятся. Видно, что два динамика вместе как-то так стоят. И здесь тундлер, который включает и выключает проектор. Также здесь регулировка фокуса. Регулировка Keystone. Что-то я здесь не вижу. Если здесь Keystone вообще. Здесь тоже какая-то вентиляция. Не совсем понятно. Разъем под силовой кабель. На верхней части панель управления. Включение, выключение. Кнопка назад. Вверх, вниз. Влево, вправо. И похоже кнопка меню. На нижней части. На нижней части. Здесь находится такой тоже вентилятор. Откуда выдувает. Наверное, или втягивает воздух. Или выдувает. Точно не знаю. Потом опять же это все проверим. Это у меня Android версия. То есть здесь указано T10W. Basic версия или зеркальная версия точнее указано T10A. Как видите, здесь находятся вот такие вот отверстия. Которые предназначены для того, чтобы прикрепить для кронштейна какого-нибудь. Они здесь только три. И немножко какой-то не в стандартной форме. Ножка для регулировки трапеции походу. Выкручивается отдельно. И собственно здесь больше ничего нет. Это Full HD проектор с поддержкой 4К разрешения. Потом опять же это все будем проверять в обзоре отдельно. Но по внешнему виду сразу хочу сказать, что очень симпатично смотрится. Привлекает сразу. То есть действительно прикольную модель сделали. Насколько он еще будет работать, это будет тоже еще интересно. Если будет хорошо работать, то это просто будет замечательная модель. Здесь кстати под ножками. Ножки съемные. Их можно снимать. Ну и там похоже какие-то винтики, чтобы откручивать. Ладно, пока что не будем это все. Просто вижу, что снимается и сразу снял. Актуальную цену смотрите по ссылке под видео, сколько он сейчас стоит. Потому что когда я покупал, я покупал еще на распродажах. Цена была совсем другая, которая сейчас стоит. Поэтому смотрите лучше по ссылке актуальную цену, которую сейчас конкретно показывают. И возможно будете ждать тоже какую-то распродажу. Обязательно дождитесь видео обзора. На этом тогда с вами будем прощаться. До скорых встреч. Подписывайтесь. Всем пока.